всем доброго времени суток народ сегодня вы увидите необычный вообще для меня обзор мнение моё по игре black meza вот почему я выбрал именно начать новые ролики с этой игры ну если можно так выразиться вид роликов именно игровых с black meza да потому что народ это реймик можно сказать ремастер может быть легендарной игры в свое время half life первой части вот студия независимых разработчиков уже очень давно занимаются этой игрой вот все это начиналось как с мода смайлингова потом вот они и разрабатывали вэлф обратила внимание не влупила и никакие судебное разбирательство а взяла под свое крыло и разрешила дальше делать эту игру также все деньги которые народ заработал на этой игре разработчики все идет им в карман что несвойственного для вэлф гейб ньюилл дал зеленый цвет этой игре и понимаете народ я в принципе могу позволить себе любую игру купить в стиме любую хайповую да который в трендах просматривают папка например но я хочу начать именно первое свое видео прохождение именно с black meza потому что каждый ролик должен нести в себе что-то такое познавательное вот если вдруг вы не играли в black meza или там half life первую часть обязательно обязательно приобретите эту игру она того стоит потому что это старая добрая великая хорошая это классика классика переделаны из полностью все игра чуть ли не отрисовывала заново тени графика все изменено под совершенно новый уровень до сих пор это играющего по разрабатывается все ее допиливаю все никак она не может вот к релизу подойти почему я ее до конца именно эту black meza не прошел потому что постоянно мне слетал русификатор постоянно выходят какие-то обновления и надо заново ждать поколюзии своя их русификатор и закидывать в эту игру по поводу русификатора здесь переведено все и звуки и текстурки все на свете понимаете вот народ извиняюсь за такое вот долгое вступление но я немножечко расскажу от начали все больше я не буду ничего но не буду вас как говорится нагружать тонной информации по поводу игр играю народ я уже 92 года так что в играх я разбираюсь в игровой индустрии также и в табаке я был мантину со второй год мне мама ездила к россию продавала нитки ну кто как в то время крутился понимаете вертелся чтобы как-то прокормить свою семью и как-то на мне на какой-то праздник не помню уже да и мама спрашивала издала этот вопрос она не может вспомнить она мне привезла отари 260 или 2600 как она правильно называется такая видео приставка которая вот с таким вот ручья ручагом понимаешь джойстиком как самолет на как на самолетах летать вот у меня тогда был я маленький помню давно еще он у меня был вот этот вот после этой приставки телевизор рассвет 307 черно-белый помню вот эту комнатку маленькую свою вместо ковра лежала такая шкура козла или козы ну что такое вот и я сидел не на табуретках не на скресле как сейчас а на полу стояла эта приставка это джойстик черно-белый телевизор и спасибо мамочка тебе огромное она мне ввела вот мир я не почему она это купила я не знаю но если бы она этого не сделала мне наверно эти игры были неинтересны вот конечно по прошествии вот время сейчас я уже не маленький взрослый человек времени все меньше и меньше на видеоигры но это уже понимается это уже как вот тут где-то вот оно находится это уже не вырвешь это всегда будет со мной я всегда интересовался и буду интересоваться и буду играть в игры я не могу у меня начинается каталонка если не поиграю вот так что это для меня также очень дорого вот игровая индустрия игры я считаю что есть игры которые это как вид искусства какие кинофильмы могут быть как вид искусства то же самые игры вот они которые есть игры которые превосходят даже много гекки на фильмы и по сюжету и по подаче и по внедрению вообще себя вот чтобы ассоциации с персонажем превосходит так что начнем мы все таки я выбрал не правну мой выбор пал на black mezzu начнем с нее играть мы проходить я буду высказывать свое мнение вместе с вами мы сейчас будем перепроходить легендарного тренинг вот не хайф лайф первое black mezzu называется нажимаем новая игра начать новую игру вот такие вот дела ну первое мое видео игровое посмотрим почему это все black mezzu так что кто не играл обязательно приобретите в себе бывают скидки на эту игру и поиграйте это именно та игра где вас не ведут за ручку где нету никаких маркеров где и что там делать понимаете и все тут нужно самому додумываться ведь как шутер она будет с элементами будет чередоваться и головоломки и стрельба ну должно все понравится как мы слышим видите даже голоса все переведены текстуре чку все переведены вообще знакомство моё серии хайф лайф началось чего началась с игры не хайф лайф один не странно была такая приставка dreamcast от сеги вот и я покупал диск хайф лайф blue shift якобы как адон и именно с этой вот игры я познакомился с миром хайф лайф и она меня в то время тогда так зацепила я не помню какой-то был год или 98 2000 вот и это просто это был просто взрыв это было круто вот потом мне я уже стал то я на писи уже хайф лайф 1 все же слышали хайф лайф 2 легендарная игра но не все играли в хайф лайф 1 так что вот у вас есть возможность поиграть в обновленную версию под названием black meza как мы видим есть такое вступление кинематографическое раньше заставок вот в этой игре не будет никакой все будет эти как фильме понимаете вот мы пришли на работу и едем едем в воспитательной лаборатории зовут нас гордон фрима мальчаливый ученый физик ядерщик графика конечно отлично хорошо очень переработана свет посмотрите как играет стабильно выдает будет выдавать на слабых писи 60 кадров в секунду супер что-то происходит вот люди ходят девочки охранники поехали вниз курение прием пищи пределы транспортной системы запрещено но не полностью даже black меди можно курить курилках вот так вот то что-то написано посмотрите на стекле ведется видеонаблюдению ну да да он камеру я вижу четко конечно внимание деталям просто колоссально хорошо так что тут инвалиды засекречены и проследуйте на станцию экстренной помощи до прибытия blackmail сделают интересных инвалидов по-моему я инвалидов не видел тут посмотрим очень атмосферно начинается игра просто едешь рассматриваешь понимаешь такое поступление суперски представляете по моему 1 хай флай вышла в девяносто восьмом году до как это было вообще круто необычно этого времени в игре не будет никаких ни маркеров ничего тебе надо по полочкам как сейчас разжевывать игроку понимаете сделай это сделай то сделай то сделай то и получишь вот это здесь этого не будет я подумал же игра зависла нету просто видеть дверь закрывается давай поехали дальше загрузка опять загрузки будет это особенность движка вот по-моему она сделана сориусе втором обновленном как сейчас контраках ксго на этот движок перешла дота свет на вас там включает образование кандидат наук бит теоретическая физика у у нашего персонажа научный сотрудник хотели бы работать тут материале лаборатории аномальных материалов вот мы где мы работаем но не матч за секречью службой безопасности для дальнейших справок обращайтесь к сотрудникам черной меды если у вас есть коллега специализирующиеся в теоретической физике биотехнологии или другое в особо технологичной отрасли какой робот смотрите муравей рабочий робот ящики там переносит по моему все будет мелочь да помню кто застал еще время когда были компьютерные клубы игровые помню там пацанчик заплатил за полчаса чтобы поиграть и включил high-life первую и он сидит сидит играет где-то он так вот ну там короче 15 минут у нас их вот ехал на этой вагонетке а где игра где играю его закончилась времени и он там устроил я вот этот помню в скандал как-то так я не успел даже поиграть он постоянно ехал на этой вагонетке он там еще где-то там застрял или что там загрузки помню компьютеры не были не такие мощные загрузки не то что у меня сейчас раз и пробежала там загрузку ждали при по 10 минут бывало да а он стоит этот чувачок загрузки и вообще короче 30 минут его ушли только что до вагонетки проехал так он не смог мне поиграть это я помню вот это вот вот там чуть ли не дрался с администратором вот было такое время да пожалуйста отойдите от автоматической двери и подождите пока сотрудник службы безопасности подтвердит вашу личность особая благодарность кому у меня вещи это и нету все свое нашу собор говорится загрузка загрузки будут частенько да движочек такой но ничего страшного почему-то мы хорошо бывает когда-нибудь напряженные такие ситуации да хочется перевести дух ну бывают живые как такой вот такие загрузки помогают большие привет как всегда наверное напился и не пришел на работу охрана представить все ваши и дежурному сотруднику охрану говори с персоналом е конечно красиво очень такой туманчик ну чё что я что я конский хвостик предатель что-то я не помню тут какой-то перевод совсем другой народ начался здравствуйте мистер климен у меня была куча сообщений для вас но у нас упала система минут 20 назад и я все еще пытаюсь найти кого-то еще один неудачный день в тестовой камере тоже были какие-то проблемы но думаю уже все в порядке меня просили убедиться что вы отправите туда сразу как наденете защитный костюм хорошо сейчас мы его наденем смотрим исследование лаборатория лаборатории оборудования персонал зеленая линия идем по зеленой линии костюм значит должен лежать у нас где интересно послушать вообще что мне болтает этот мир игры тут я говорю как такого сюжета он именно вот подается по разговорам почему поэтому послушать может по зеленой линии идем можно подслушать укажу свои шкелетики в шкафу не курить в этой зоне хорошо мы покурим в туалете по-моему зеленая линия привет 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 что я сюда пришел интересно что она лопнула потому что дресс-код такой вон наш костюмчик вот легендарный костюм гордона фримана ох музыка качая здесь конечно музыка классная здесь она изменилась реально раньше такого не было вот этот костюм не загорался когда месяца два назад я поигрывал в нее да этого ничего не было немножко все по-другому теперь он говорит что игра еще до сих пор пилится 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 это у нас подзаряжает как я понял костюм а это жизнь у нас полна ну что все пришли толчок туалетную бумагу ну конечно тогда это была модель третьей версии конечно четвертой я не помню куда нужно идти сейчас какой кросс я фриман наоборот это все еще очень даже наше синий не помню синий это что лаборатория проходите сэр четко сделан да глаз сетчатку скодировали ему я конечно так куда налево направо направо пошли идем поехали идем на работу вот так вот начинается каждого начиналась каждое утро у гордона кремана видите костюмчик подлатали опять загрузка побегали побегали опять загрузочек у нас вот так вот народ мне очень нравятся неспешные такие потихонечку набирающие обороты игры не знаю как вам да наверное это может нельзя лазер использовать остаточную фотонную энергию чтобы обеспечить контроль резонанс такие слова говорят интересно в чем как мы знаем здесь физика хэвок по-моему вторая или третья версия здесь все объекты будут поддаваться физическим законам наших мирским тоже например там что-то пихнуть оно будет катиться здесь четко все сделано все такие в очках очкалики мы разогнали антимасспектрометр до 105 процентов рискованно но нам нужна большая разрешающая способность администратора очень озабочен тем что мы провели решающие исследования сегодняшнего образца полагаю получить его было невероятно сложно они ждут вас Гордон в тестовой камере ну а без меня конечно они пошли ну поймите ну как это была секречена у меня завершающей подготовкой для нового эксперимента давайте тестовая камера зеленая линия приветствую элай элай кто играл вторую часть тот конечно помнит элая здесь еще ноги у него все все эти изменения в последнюю минуту это немного странно а ситуация критическая что случилось да что за чертовщина происходит с нашим оборудованием это пробки габилайтов изначально не должно было себя так повести нет нет ничего с чем бы мы не смогли справиться сами элай иди гордон мы будем через минуту куда идти куда идти видите а потом сиди думая тут надо нажать кнопочку вот это такие вроде бы тупиковые бывают такие моменты не знаю что сделать а вот он ответ прямо тут перед носом как говорится святой беккерей уровень радиации ну просто зашкаливает а вот вы где вас все ищут а вот и он давай открывай боюсь сегодня мы отклонимся от стандартной процедуры анализа гордон да но на это и есть серьезные причины это редчайшая возможность это самый чистый образец из всех нами видят возможно самый нестабильный ну что вы будем придерживаться стандартных процедур ведения и все будет хорошо не знаю как ты можешь так говорить хотя я признаю что вероятность каскадного резонанса крайне мала я просто не могу не нужно все это выслушивать именно открывай дверь мы заверили администратор что все будет в порядке да ты прав гордон мы в тебе полностью уверены еще бы ладно давай пора уже его впустить здесь вообще он как секретно сразу четыре глаза я пошел ну что тут у нас вот раз два три проверка все в порядке хорошо гордон твой костюм должен обеспечить тебе комфорт в течении всего эксперимента образец будет доставлен тебе через пару мгновений теперь если ты изволишь забраться по лестнице и запустить роторы мы сможем довести антимасс спектрометр до 80% и удерживать пока не прибудет контейнер давай запустили черт знает народ может где-то какой-нибудь джунбаби есть такие вот научные центры как думаете что ж может быть где-то что-то там они мучат мучат где всякие опыты проводят звучателли второго уровня и звучателли да мы не знаем сколько времени система сможет задержаться на такой ручке и сколько времени займет щитом пожалуйста работай и крепление быстрее заряд конденцентра стал пять раз раз это наверное не проблема наверное ну давай так что тут будет игра такая неспешная здесь вот больше слушать нужно да ну да стрельба здесь потом когда пойдет вперед скажу тут четко на хорошем уровне сделано все так что тут теперь ау спустили мне прямо так колотится прям подташнивает народ чтоб не шлепнули еще током и нет ну да иди вот как всегда по закону жанра пошли что-то пошло не так так наверху подняться может может о короче да отключите подключим поздно сейчас нас отключат вот случился бада бум вот вот так вот короче что-то мы какие-то двери мы открыли наверное другое измерение где куда глава называется непредвиденное последствие да все поперли открываю контур присесть ну вот где этот наступно наш фонарик есть да ну что получится почему не знаю F фонарик внимание сбой работы лифта сектора С воздержитесь под эксплуатацией вот что мы говорили про физику валеную подкидываем чтобы нам не мешали ходить идти вот лай пытался предупредить их я никогда не думал что увижу каскад на резонансе не говоря уже о том что создание во имя катар шрёдингера конечно на лари на похож да только только зашло что там как это краб какие-то эффекты горячего воздуха может присядем мы да принизили они фонарик раньше фонарик светило ярче точно я помню сейчас он так как-то вот рассеивает конечно вот именно как да вон только прыжок с приседания народ нахер с чертовщины начали всяк блять испугался сдернулся я извиняюсь за мат меня сдернул эбиси кто там это наверно вверх потому что послала загружка можно заплутать вот здесь вот вот так вот ну что куда вот тут куда идти куда идти как мне к тебе попасть как я рад тебя видеть что это вообще за твари блин почему я искала так ученых это ученые блять конечно пошли за мной я готов сделаем это пока я не слезал сходу иди сюда ко мне где мой фон ко мне ко мне может сделать чтоб его убило забрать у него пистолет конечно тут нет ничего Е, взять сигнальный факел. А как его же палитра? А, ну давай, тут вот я видел. Палили. Это мы таких палим. Оружие нам пока не дают. Здесь нужно будет факелами. Давай мы сейчас обойдем. Ой, пришли. Без факела нужно идти. Без сигнального, без этого, конечно. Давай включим свет. Иди сюда. Что это? Повышение это, наверное, шутка. Якобы повышение уровня. Такая вот пасхалочка, наверное, переводчики сделали. Повышение уровня. Ну, я так понимаю. Кажется, я повышил повышение. Компьютерный персонаж получил повышение уровня. Наверное, это имелось ввиду. Идем сюда. Далее понятно, что можно этим еще долбить. Раз он кидает, значит, я могу все кинуть. Только без толков. Вали, вали, вали. Повышение уровня. Хорошо, попробуй вызвать помощь. Давай посолить. Давай посолить. Тут я вообще пройду . Тут я пойду, афонка, ломендарная афонка Гордона Примана. Идем, 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 кстати, здесь же не нужно сохраняться. Ну что тут у нас? А как тебе помочь-то? Ладно, я, наверное, помочь не могу, ладно. Включаем фонарик, смотрим что тут у нас, полудобито, держи, умер в смывательном жизни, подлечемся, вот сюда обставляем, поехали дальше, загрузка. Ну вот, народ, вот так вот у нас вроде бы начиналась игра легко, совсем непринужденно, а здесь вот так вот что-то случилось, что-то пошло не так, как всегда, и какие-то странные вещи начали твориться, ученые, какие-то крабы, какие-то крабы у них на голове, вот они якобы как полузомби превратились, да, здесь вот такая вот чертовщина начали твориться. Вот, пишите в комментариях, как вам понравилось, вам это не понравилось вообще, как дальше, вот, и ждем следующую часть, наверное. так что пишите вообще, что бы вы хотели видеть, может быть мне меньше говорить, а больше играть, так что, народ, вот, это мой денджер прямая, поэтому мы ударим, по закону жанр должна взорваться, вот, идем дальше, так собираемся, это у нас восстанавливает энергию костюма. А, ну, что теперь, блядь, я сюда попала, что же, что теперь, а, мы падаем, бабах, и что теперь, сейчас еще это у меня, ну что народ на этом пока видео я заканчиваю все подписывайтесь на канал ставьте лайки на колокольчик нажимаем в следующей части мы дальше начнем проходить легендарную игру black meza все всем спасибо и пока до новых встреч давайте давайте